Китайцы делают уже вполне многое, и печатают, и даже не поймешь, что это настоящая жизнь, не настоящая. В мире сложно представить человека, на холодильнике которого не было бы сувенирного магнита. Многие приобретают во время путешествий маленький и недорогой трофей на память. По всем мире их изготавливают в промышленных объемах, и поэтому в какой-то степени они теряют свою уникальность. В Уфе живет художник, для которого неповторимость магнита стоит на первом месте. Этого мастера зовут Ренат Юнусов. Магия не магия, но неповторимость эта, она исчезает. То есть ты видишь, что, ну, печать. Полиграфия, кстати, очень много убивает. Всю ручную работу убивает, ну, естественно, всю прелесть тоже. Я предпочитаю полностью делать оригинальные магниты. Ренат учился в Москве на дизайнера обуви. После обучения в 87-м году остался там жить. Потом переехал в Уфу. До 2010 года работал по специальности. Навыки проектирования и моделирования пригодились при создании сувениров, в том числе и магнитов. Эту сувенирки всегда было дома много, потому что родители мне ездили. Мы живем в Якутию. А когда через всю страну проедешь, столько сувениров привозят. Поэтому у меня много было сувениров. Но я не знал, что я этим делом занимаюсь. Вот уже на протяжении 10 лет художник делает магниты в основе древесинолипы. Дощечка толщиной 4,5 мм в руках мастера превращается в настоящее произведение искусства. Заранее подготовленное лекало художник прикладывает к доске и обводит. По прочерченному контуру Ренат Юнусов аккуратно вырезает лобзиком заготовку будущего магнита. Работа пыльная. После все шкурится и полируется. Когда подготовительные этапы завершены, художник начинает творить. На роспись одного магнита уходит около полутора часов. Ну, я такой медлительный человек просто. Может, некоторые... Есть шустрые ребята, которые, может, и небрежно делают, но достаточно быстро они живенько так. Некоторым сюжетам мастера уже 10 лет. Художник каждый раз старается подать их по-новому. До магнитов Ренат Юнусов занимался лаковой миниатюры. Но спроса в массовом секторе на нее не было. Время поменялось просто. Все, я вот, видите, посмотрел, как в Измайлову, на партизанское, метро «Партизанское». Как там люди начинают работать. Вот видел вот эти маленькие железные магнитики, которые приклеятся. Привез сюда и стал чесать репы. Что же мне такое сделать? При создании рисунка художник использует национальные мотивы. Вдохновляется легендами и преданиями. Как говорит автор, он стремится показать яркость, разнообразие этнографического богатства, жизнерадостность и добрый юмор живущих здесь людей. Старается показать гостеприимство в Башкирии и Уфы. На магнитах изображаются известные достопримечательности города и республики. Какие-то посвящены важным событиям. Есть и интерактивные магниты-игрушки. «Три шурупа, знаете, да? Вот все. Вот такой обычный, на шестеренках. Мы его крутим, подходим к холодильнику и крутим». Но больше всего мастер гордится магнитами в виде башкирских юрт. Внутри каждой есть звуковой датчик. При хлопке в ладоши лампочка в юрте загорается красным светом и освещает внутреннее убранство. «Внутри там сундук с подушками. Все горит. Полностью убранство. Все расписано внутри. И снаружи тоже. Вот такой нарядный магнит. Праздничная юрта». Чтобы домашний очаг погас, необходимо подуть на юрту. Эти магниты-игрушки уже отметили на многих российских конкурсах. Некоторые покупают магниты для создания собственной коллекции. Такое увлечение называется «Мемо-магнетика». Магниты Ренат Юнусова пользуются у коллекционеров большим спросом, в том числе и за рубежом. «Таких людей становится с каждым годом больше и больше. И вот я с ними поддерживаю отношения. Несколько человек таких и знаю. Они пишут мне, и я им делаю какие-то вещи. Вот то, что им нравится». Сейчас ремесленник хочет начать использовать новый материал и внедрять различные технологии. «Дерево с кожей и, может, и другие материалы, металл тоже, инкрустации всякие. Все возможно. С электроникой связано немножко. Чисто просто механически какие-то вещи будут». Вся сувенирная продукция Рената Юнусова представлена в социальных сетях. На личной страничке в Инстаграм художник выкладывает готовые работы. Говорит, что его магниты близки к реальной жизни народа. Персонажи играют, танцуют и красуются. Расписные и деревянные. Как и люди, они хотят жизни.